Посматриваем мышцы лица. Порядка 500 человек в Ленинском городском округе вовлечены в программу «Активное долголетие в Подмосковье». И десятки из них выбрали в качестве главного увлечения йогу. Закрывая глаза, фиксируем внимание на центре живота. Занятие йогой проводится в Центре Веры три раза в неделю по полтора часа. Правда, поначалу урок длился не более 40 минут, но постепенно нагрузки увеличились. Здесь преподаватель Сергей Армашов признается, работать с пожилыми людьми нелегко, но приятно. Мне интереснее заниматься с людьми более старшего возраста. Хотя, как бы можно сказать, вроде бы легче может быть с теми, кто уже все знает. Но здесь, скажем так, люди, они доброжелательные очень, они очень открытые, как бы от них идет энергия. Вот они как бы хотят делать, и я им просто в этом помогаю. Лилии Александровне Ивановой 72 года, и со спортом она, что называется, на «ты». Еще в 28 лет решила каждый день часть времени посвящать физическим нагрузкам. Занималась и гимнастикой, и бегом, и фитнесом. А теперь вот очередной этап – йога. Естественно, с поправкой на возраст. Для меня силовые упражнения трудны, а вот пластика – это то, что и нужно для пожилых людей. Суставные упражнения – это самое главное в нашем возрасте. Если мы раньше делали только руками, то сейчас я уже могу головой достать пол стоя. В рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье» люди пенсионного возраста имеют возможность бесплатно посещать творческие и обучающие кружки, спортивные и экскурсионные мероприятия. И занятие древнеиндийским искусством здесь занимает особое место. Йога является актуальной на сегодняшний день. Она вошла в топ-10 по исследованию Московской области. Люди пожилого возраста сами выбрали эту активность и считают ее наиболее востребованной. А подтверждением тому является работа клуба йоги на нашем учреждении уже более года. В Ленинском районе бесплатно заниматься йогой пожилые люди также могут в досуговом центре «Мечта» – поселка Измайлово. Для этого нужно просто подать заявление в Центр Вера и получить направление на занятия. Программа стартовала в июне 2019 года. Она призвана разрушить стереотип о том, что место пенсионеров на лавочке у подъезда. Теперь каждый из них может выбирать себе занятие по душе. Даже такое не совсем привычное для пожилых людей, как йога. Максим Козлов, Александр Логинов, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин